Кровоуправление ФСБ раскрыло международную террористическую группу, которая действовала на Кубани. В нее входили четверо выходцев из республик Северного Кавказа. По данным спецслужб, предполагаемый вербовщик привлекал в ИГИЛ запрещенную в России организацию новых участников и оказывал финансовую помощь членам террористической группировки. Его имя известно, местонахождение устанавливают. Также есть данные о еще троих российских гражданах, подозреваемых в связях с террористами. Двое, по версии следствия, опытные боевики, прошедшие обучение в сирийских центрах подготовки и воевавшие в Ираке против правительственных войск, сейчас в розыске. А третий их пособник задержан при попытке уехать в Сирию и примкнуть к запрещенной организации Джабхата Нусра. По всем перечисленным фактам, следственным отделам управления ФСБ России по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела. Санкции за совершение данных преступлений предусматривают максимальное доказание до 20 лет лишения свободы. Управлением наработана уникальная методика выявления и пресечения преступлений террористической направленности, о чем свидетельствуют многочисленные обвинительные приговоры, вынесенные по завершенным уголовным делам, расследованным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. Отмечу, что это третий громкий случай пресечения террористической деятельности в крае за последний год, буквально месяц назад, осудили участника запрещенной в России группировки «Исламское государство». Северокавказский окружной военный суд приговорил Саида Алигаджива к четырем годам колонии общего режима. Его пособники в розыске. А в октябре прошлого года был задержан помощник машиниста поезда, который готовил взрыв в электричке. По данным спецслужб, он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды боевиков. И, наконец, август 2015-го. В начале месяца в розыск объявили двух женщин, предположительно членов и вербовщиков Организации «Исламское государство», а позже, при попытке перейти границу Краснодарского края на пути в Сирию, были задержаны трое мужчин. По данным ФСБ, в рядах запрещенной в России террористической организации могут воевать граждане более 70 государств, в том числе и России.